Музыка Мне очень не хотелось идти в политику. Я никогда не наказывал рабочих. Как? Даже если виноваты? Да, если виноваты, я наказывал мастеров и начальников цехов. Я придерживаюсь такого принципа, что ты, если в течение дня не бил хотя бы один гвоздь, значит, день прошел напрасно. Если бы человек попробовать мои пельмени, то покупные не будет кушать. Хорошо, хорошо. Пытливый ум, дотошность и любознательность. А еще постоянное желание осваивать что-то новое. Его редко можно увидеть без галстука. Музыка всегда по деловому строк сосредоточен и серьезен. Уроженец Кировской области, парень из многодетной семьи, умеющий многое делать своими руками, он всегда с уважением относился к людям труда, какую бы должность ни занимал руководителя ТЭЦ или заместителя губернатора. Как перевернулось его мировоззрение после трагедии с сыном? Успевает ли за государственными делами уделять время своему дому? Какие есть поводы, чтобы гордиться внуками? И о чем не сделанном в жизни больше всего жалеет? Первый заместитель председателя Законодательного собрания Калужской области Виктор Бабурин. Сегодня собственной персоной. Виктор Сергеевич, по традиции я дарю своим собеседникам апельсины. На здоровье и для хорошего настроения. Принимайте, пожалуйста. Спасибо. Знаете, вас, как мне кажется, редко можно увидеть улыбающимся. Почему? Забот много, депутатский статус накладывает отпечаток. Или вы очень серьезный человек? Ну, когда человек постоянно улыбается, можно что-нибудь о нем подумать нехорошее. Ну, иногда-то, наверное, бы улыбнуться. Когда есть повод, я улыбаюсь. Много этих поводов у вас сегодня? Сегодня? Ну, так, как всегда. Для начала я предлагаю небольшой такой блиц-опрос. Надо выбрать из двух ответов, какой вам ближе. Попробуем? Вам легче. Без сна или без обеда? Без сна. Быть первым или не выделяться? Не выделяться. За рулем предпочтительнее быть водителем или пассажиром? Конечно, водителем. О! Угу. Что может удержать у телеэкрана? Спортивные соревнования или классический концерт? Новости. Угу. Деньги копить или тратить? Ээээ... Копить не получается. Если встанет дилемма, ЧП дома, что-то серьезное, там котел сломается, или же ЧП на работе, куда помчитесь решать вопрос в первую очередь? Смотря какое ЧП. Ну, если и там, и там серьезно. Серьезно, наверное, домой. Угу. Идем дальше. Ну, что бы ни говорили, мне кажется, фундамент характера человека закладывается все-таки в детстве. У вас трое детей было в семье, и вы поделились со мной. Не могу сказать, что я был любимым ребенком. Отчего? Ну, я, в общем-то, считаю, в связи с тем, что родился без отца. Отец в это время служил в армии. В армии тогда призывали на пять лет. Ой. Вот как раз, когда он уходил в армию, я и родился. Когда он пришел, я уже пацан. Мы, наверное, друг друга. Чужие были. Сторонились, да. И долго очень привыкали. Ай. Вот. И, наверное, это отложилось в дальнейшем. Но потом у нас были нормальные отношения. Ну, младшему брату повезло больше, потому что он на глазах родился. Отец любимчик был. Вот именно. Любимчик. Младшие всегда любимчики. А вы ревновали? Да. Было такое, конечно. Вы тоже признались мне, что отец был достаточно строгим. Родителям порол нещадно. По делу хоть он? Ну, всех тогда воспитывали в строгости. Но мне как-то доставалось, как больше всех. Но, скорее всего, все-таки по поводу, но бывало и так. Ну, например, какой-нибудь случай, за что вломить могли. Вломили. Ну, когда, значит, две свиньи, которые принадлежат нам, зашли в колхозное губно, и там, а я должен был их пасти, то, конечно, по делу попало. Вот. Ну, и другие были моменты. Ну, мама была тоже достаточно строгой женщиной, да? Ну, наверное, это все потому, что оба... Отец был бригадиром. Вот. Мать была председателем сельсовета. Я думаю, что их вот эти вот рабочие моменты доводили до такого, что уже на нас не оставалось или очень мало оставалось. Тепла и ласки. Тепла и ласки, да. Поэтому я нисколько на них не обижаюсь. Я думаю, это и помогло потом сформироваться мне как человеку. Но, тем не менее, воспитывались в строгости, но и в труде. Особенно вы рассказывали, когда отец сорвал спину на работе и долгое время лечился. Что пало на ваши детские плечи, как старшего сына в семье? В деревне раньше труд у ребенка начинался буквально, наверное, с 10-летнего возраста. Начиная от того, что надо и полоть грядки, вот, и картошку помогать выбирать, копать. Вот, но у меня, например, ну, тут немножко потяжелее, потому что действительно отец сильно заболел, сорвал спину и пришлось, дрова это вот было, как сейчас еще вспоминаю, наказание, можно сказать, чтобы самому это от бревна отпилить тюльку, это потом ее надо расколоть. Это в каком возрасте вам приходилось? Где-то лет 10-11. Вот, и эти надо еще охапку домой принести, еще надо печку растопить и все остальное. Воду. Воду носить. Вот это была, конечно, мука, потому что колодец у нас был глубочайший, звезды в нем были видны, метров, наверное, больше сорока. И вот пока его это... Накрутишься? Вытащишь это ведро, но это еще полбеды. И самое большое, это несчастье, когда это ведро надо поймать и вытащить, чтобы оно назад туда не уйдет. Но когда видишь, что твои родители вкалывают в поте лица, делают тоже, ты им где-то помогаешь, где-то с ними, это воспринимается совершенно по-другому. Но была тетя Люба у вас, которая вас безмерно любила, и которая была для вас как одушина, которая могла согреть, отогреть. Но вот если бы тетя Любы не было, может быть, вы и Хараксерем другой бы были бы. Не исключено, да, это у нас говорят в Кировской области не тетя Люба, а тетка Люба. Ага. Тетка, тетка была. Тетка Люба, дядюшка Ефим. И что она вам, втихаря какого-нибудь гостинчика, как любимчику? Знаете, я и гостинчика, да, просто вот могла как-то вот пожалеть, приласкать и так далее, это было достаточно. А когда последний раз были на родине? Конечно, там уже по другому родители, там живет брат со своим семейством. Ну, давно были? Не хотелось бы съездить на могилу к родителям? Да всегда хочется съездить. Времени нет? Не время. Что-то тут другое уже. Как-то вот оборвалась связь. Вот. Брат приезжает чаще. А я, наверное, уже года четыре не был. Было ли что-то, что вы не успели родителям сказать? И если бы вот была бы такая возможность, они сегодня бы вас услышали. Что бы вы им сегодня сказали? Вот, знаете, в наших отношениях и как-то вот это вот мне было принято сказать, что я тебя люблю. Не сказать, что это черство из души нашей, а, наверное, вот... Это очень затаенные, это очень личные. Затемные какие-то вот такие вот отношения. Ну, сегодня, если бы они рядом оказались, что бы сказали? Я бы сказал, что я их люблю. Вы попали в Кондрово, поскольку супруга была из этих мест. Вы с ней вместе учились в Ленинградской академии лесотехнической. Теща инвалид. Оставить ее здесь одну было нельзя. Поэтому выбора у молодой семьи не было. Ну, только вот Калужская область. Как встретила Кондрово? Говорят, у нас чужаков не любят. Не любят. Очень плохо встретили. Как? Потому что, да я не мог найти работу. Куда не приходил на работу, когда видели, что у меня высшее образование, мне отказывали. Конкуренции боялись? Потеснились? Наверное, может быть. Вот. Пытался по своей специальности. У меня специальность механик лесной деревообрабатывающей промышленности. И даже я ехал механиком на бумажное производство. Была договоренность прежде с генеральным директором. И туда отговорили, как-то не взяли. Пришлось идти на ТЭЦ. И там я, в общем-то, закрепился и закончил там начальником ТЭЦ. Вы мне рассказывали, дед до войны был председателем колхоза, погиб во время войны. Отца после войны 16-летнего пацаненка тоже назначили исполнять обязанности председателя колхоза, потому что мужчин-то не было. Мама – председатель сельского совета. То есть, вероятнее всего, где-то генетически у вас заложено вот это умение организовывать, руководить, быть лидером. Вы это в себе ощущали? – Я не знаю насчет генетики. Это, наверное, как бы сказать, больше обстоятельства. – Ой, ну не все руководителями становятся. – Отец на отца возложили обязанности председателя, потому что ни один мужчина не вернулся. В том числе и мой дед не вернулся с войны. – Погиб в Калужской области. – Погиб в Калужской области, деревня Крутое, Людиновского района. Ну, а мать, она была на тот период, наверное, очень грамотная, потому что у нее средняя школа была закончена, и она начиналась секретарем сельсовета, потом председателем сельсовета. Я думаю, что все-таки это благодаря тому, что они и такие работоспособные, ответственные. И как-то у них получалось, я вот и наблюдал, и видел, что они умели с людьми общаться, разговаривать, убеждать, заставлять. – Первая руководящая должность вас когда, в каком возрасте настигла? – Ну, это где-то 20… – Ой! – А, начальником ТЭЦ я стал 24 года. – Ну вот сегодня, спустя годы, имея уже большой опыт, и житейский профессиональный, в чем талант настоящего руководителя? – Хорошо руководить, что это значит? – Ну, я думаю, что в первую очередь, это быть ответственным, брать на себя ответственность. Безусловно, надо иметь подход к людям. Безусловно, должны быть организаторские какие-то навыки, способности. Надо просто к людям относиться по-человечески. – Я вот прочитала в интервью, сейчас вас процитирую, «Ни до, ни после с такой охотой не ходил на работу». Это про полотня на заводскую бумажную фабрику, где до вас сменилось за короткий срок множество директоров. Что так туда влекло? Почему там вам прям вот сразу стало хорошо? – Есть две такие поговорки. Первая – это «Скорее бы утро, да, снова на работу». – Это как раз про то время, да? – Ну, вторая – это к этому не относится период. Душа болит о производстве, на ноги просится домой. Нет, я бы, наверное, на фабрике работать и ночами. Не знаю, просто как-то сразу сумел влиться в коллектив. – И восприняли. – Люди очень хорошо меня восприняли, просто замечательно. И хотя я очень строго там наводил порядок, боролся с пьянством. – Расскажите, как вы дисциплину наводили? – Они боялись, что я могу появиться в любой момент. И вечером, и ночью, и рано-рано утром и так далее. – Проконтролировать? – Да, посмотреть, кто как работает. Это первое. А второе – я никогда не наказывал рабочих. – Как? Даже если виноваты? – Да, если виноваты, я наказывал мастеров и начальников цехов. Почему они не предъявляют требования, почему они допустили… Ну, пьяный рабочий – это что? Это, в первую очередь, угроза то, что он может попасть, совершить какой-то несчастный случай. – Ну, конечно. – И было такое, когда человек ногой попал в каландр, а каландр – это такие огромные валы, через которые проходит бумага. Туда специально толкай, не затолкаешь, а вот тут умудрился. – Выпивший был, да? – Так, естественно. И еще один момент. Фабрика работала плохо, безденежье, люди сидели на минимальной зарплате и так далее. Как-то вот так удалось приобрести опыт на других предприятиях и начать выпускать новую продукцию, которая была очень востребована тогда. И люди стали получать… – Ну, конечно. Когда мне диктуют, что делать, я… – Прислушиваюсь, но делаю по-своему. – Самое глупое занятие в мире… – Это лежать около телевизора. – Когда я выйду на пенсию, я… – Ой, не знаю, что буду делать. – Когда предложили пойти в политику, отказаться было нельзя. Хочешь, не хочешь, тебе доверили. – А может быть, и не хотелось бы отказываться? Может быть, вам это было интересно? – Нет, тут вот как раз не так. Мне очень не хотелось идти в политику. Мне очень хотелось остаться директором. Вот, продолжать работать. Я понимал, что на этом бы моя карьера не закончилась, потому что я был в резерве руководящих кадров Минбумпрома, и у меня уже было предложение поехать на Амур. Меня не отпустили. И пригласили меня на работу третьим секретарем райкома партии. – Третьим. – А это идеология. Это для меня было что-то вообще страшное. И отказаться не знаешь как. И хорошо тогда была установка ЦК, чтобы третьим секретарем была женщина. И меня это минуло. А потом, когда тут буквально через две недели предложили быть завпромышленно-транспортным отделом, я пытался отказываться, а третьим так ты согласен, а вот завотделом так ты не согласен. Пришлось согласиться. И, конечно, это было очень тяжело, потому что с 650 рублей средней зарплаты директора перейти на 210 – это… – Да. Если говорить о работе в законодательном собрании, какой региональный закон стоил вам больше всего сил, нервов, времени, но который вы не без гордости можете считать и своей заслугой тоже? – Я в этом отношении еще когда не в законодательном собрании был, а когда был начальником управления по местному самоуправлению, мы с Максимом Алексеевичем написали закон о минимальных социальных нормативах. А суть заключается в том, что мы определили затраты на каждый вид бюджетных действий. То есть сколько стоит почистить километр дороги, сколько надо для того, чтобы отремонтировать километр теплосети и так далее, и так далее, и так далее. Плюс зарплата, плюс еще в школе питание. Ну, все. – Так. Ну, все до какой степени? Вот самое минимальное, что вы рассчитали? – Все, что входит в бюджетную роспись. – Количество мела для школы. – Даже да. Это очень хорошо работало. И тогда, будучи вице-губернатором Анатолий Дмитриевич Артамонов, он садился в кабинете, брал калькулятор, приглашал главу. Тот приезжал со своими расчетами, а он… – Вопросов не было. – Вопросов. Потом новый бюджетный кодекс страны заставил нас отменить этот закон. Хотя я считаю, что это неправильно. И это было бы развивая, можно было бы получить большую отдачу в целом. – Ваша жизнь перевернулась после смерти 16-летнего сына. И мировоззренчески тоже. На что вы посмотрели кардинально по-другому после вот этой трагедии? – Ну, я думаю, что здесь мне в определенной мере помогла и церковь, и конкретно был у нас батюшка, отец Аркадий сегодня, уж его нет в живых, но тем не менее помогло тем, что я по-другому стал относиться к людям. – Как? – Я после всего этого как-то старался, и сейчас стараюсь поставить себя в любой ситуации на место человека, у которого проблемы, которые обращаются, к которому что-то надо. – До этого не так трепетно населись? – До этого легко. – Легко. – Да, или легковестно. – Вот. – Знаете, сын погиб, кажется, есть виновный, да, вот жажда, желание… – Отомстить? – Наказать, там, прочее. – А батюшка сказал, ну и что, вот ты представляешь, сейчас его накажут, посадят, потом он выйдет обозленный, и потом к твоей же семье начнет там это самое мстить и там подобное. – Вот. – А ты посмотри, ему тоже 20 лет, парень-то был, который сбил моего сына, 20 лет, у него мать, он один у матери. – Вот. – И как-то у меня вот в сознании сразу произошло… – И что вы просили его? – Да. – А, правда, искренне? – Да, я его простил, попросил его снизить ему, ну, без доказания там нельзя, статья, но, тем не менее, он отбывал на этих-то работах, вот здесь это самое, а тот ущерб там насчитали, там все прочее, я прямо вот и отвез в детский дом, отдал в детский дом. – И вот этот камень с души сразу упал. – Да что вы. – И вот это-то как раз, наверное, все и… – Поменяло. – Поменяло отношение к людям. – Вы сказали, что вот, собственно, и сын вас тогда, ну, осознанно привел к вере, и вот эта тропа в храм сегодня, она вами протоктана. – Сын привел к вере осознанно своей смертью. – Вам сколько лет было? – Сорок. – Часто бываете в храме? – Каждое воскресенье, как положено верующим. – Ну, про помощь храмам, монастырям говорить не принято, но я слышала, помогаете, помогаете. – Ну, а куда деваться-то? У нас монастырь же в деревне Борятина, Дзержинского района. Я в первую очередь старался привлекать людей. – Когда мне больно, я… – Терплю. – Если мне в глаза льстят… – Меня это очень напрягает. – Мне не хватает из моего советского прошлого… – Тех отношений, которые были среди людей. – Самым тяжелым решением в моей жизни было… – Наверное, жениться. – Кто сегодня те люди, которые собираются за праздничным столом, вот, например, новогодним, ближайший праздник? – Кто ваша семья сегодня? – Жена. – Жена, трое внуков, дочь с зятем. Вот, у внука девушка есть, значит… – Ну, уже большой такой стол. – У младшей есть молодой человек. Значит, старшая внучка, к сожалению, она живет далеко, поэтому только когда приезжает в отпуск, вот. Но за стол в праздничный момент садится народу все меньше и меньше, потому что у всех свои дела. – Ох, елки. Ну, вот, дочь уже состоявшийся человек, а вот внуки часто ли дают деду поводы для гордости? – Ну, безусловно. Вот, внук, мне очень понравилось, в конце концов, что он пошел в армию. – Нормальный мужской поступок. – Ну, после этого, когда он учился, он ранцхи учился, с ним преподаватели по имени и отчестве, потому что на всем потоке их было только двое пацанов, которые отслужили в армию. – Ой, как здорово. Младшая внучка рисовать начала, портреты. – Младшая внучка – это художница, творческая личность. – То есть это первая в вашей семье такая, творческая, так ярко выраженная? – Нет, старшая тоже рисует. Старшая уже написала пять книг. – На какую тему? – Фэнтези. – Слышали, печатается? – Да. – О, вы молодец. – А все-таки про портреты. Портрет деда-то уже есть? – Раза, наверное, четыре бралась за мой портрет. Я его отвергал. – Какой вы старец критичный. – И все-таки один, она небольшой такой вот, где-то А4 формат, она нарисовала, но который где-то близко к истине. – Хватает ли вам времени, чтобы за государственными нуждами успевать уделять время дому? То есть вот по хозяйству часто что-то делаете? И вообще, что вы можете делать своими руками? – Времени всегда мало, не хватает, безусловно, но тем не менее, для меня, если я придерживаюсь такого принципа, что ты, если в течение дня не вбил хотя бы один гвоздь, значит, день прошел напрасно. – А где вы его дома вбиваете? – Дома. – Так. – Вот. И в этом отношении я возвращаюсь, быстренько перекусил, и в мастерскую, там в огород, там все… Нет, огород – это жены. – А, все-таки. Будем честны. – Нет, ну я могу спахать там… – А, ну это большое дело ничего. Так, что вы можете? Плотничать. – Могу. – Слесарничать. – Ну, безусловно. – Столярничать. Я не знаю, что еще придумать. – Могу. – Сварщиком. – Могу. – Могу. А как на ТЭС работать и не уметь слесарить и сварщиком быть? – Трактористом, раз огород сказали. – Трактористом. Еще меня дядя мой еще приучал, когда я был совсем-совсем маленький. Да, он был трактористом, это ДТ-54. Я приносил ему обед. – Обед? – Вот, и пока он обедал, я садился, он мне объяснял за рычаги. – Ничего там не испортили? – Да нет, вроде бы. Одна была проблема, это когда подъезжаешь к полю, надо было потянуть очень сильно за проволоку, чтобы сработал механизм, чтобы плод поднялся. – А, переставить его. – А потом разворачиваешься, и опять надо было потянуть, чтобы он вырезался в зелье. Вот это было трудно. – А пельмени лепить, как в детстве с мамой, на зиму в мешочках, давно вообще вспоминали? Руки-то помнят. – Пельмени – это, конечно, мое любимое блюдо. И в Кировской области, да вообще сибиряки, все там, в Ураль… – Я знаю, у меня бабушка рассказывала, сибирячка. – Да. – И это было действо, когда… – Всей семьей. – Скот забивали, и вот из этого свежего мяса вся семья садилась и лепила пельмени. – У вас рекорд был за час? Сколько пельменей? – 120. – А сегодня сможете повторить? – Ну, нет, знаете, наверное, нет, потому что уже как-то чувствительность все равно теряется, но все равно, если бы человек попробовать мои пельмени, то покупные не будет кушать. – О чем не сделанном в жизни вы больше всего жалеете? Не сделанном. – Больше всего жалею о том, что у меня мало детей. – Вот неожиданный поворот. – Вот это вот пришло к нам с женой осознание, а уже слишком поздно. Детей в семье должно быть много. И только у тех, у кого это так, они проживут жизнь по-настоящему. – Спасибо вам огромное за это интервью и благодарна за вашу искренность. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...